Наверное, вы будете писать в комментариях, типа, химик, надувший шарик. Друзья, никогда в жизни я не принимал химию, и я к химии отношусь нейтрально. Объективная критика, объективная критика. Всем привет, друзья! Меня зовут Детектив Моррис, и сегодня мы рассмотрим невероятного чеченского Халка, который весит 103 килограмма. Асхаб Тамаев – это человек, который обладает огромнейшей шеей, и он прославился именно за счет этого в Инстаграме. 56 сантиметров. В котором у него уже 750 тысяч подписчиков. Самая главная причина, из-за чего я начал вообще вести эту рубрику, именно потому, что многие люди врут, что они не употребляют химии. У меня пукан выгорает, когда я вижу 103 килограммового 17-летнего подростка, который говорит, что он не употребляет химию. Вы спросите, где он говорил? На Bodymania, например, он практически в каждом ролике утверждает, что он не химичит. Давайте же все-таки будем объективными и посмотрим, каким был Асхаб Тамаев в 14 лет. На экране вы видите мальчика, который ничем не выделяется от обычных подростков. У меня вопрос, что с тобой случилось за 3 года? Братан, ты вроде в Чечне живешь, а не на Чернобыле. Фух, опять атмосфера накаляется. У меня вот просто вопрос к зрителям. Вы вообще видели когда-нибудь среди ваших одноклассников подростка, который весит 103 килограмма, у которого шея под 60 сантиметров? Ё-моё, 60 почти сантиметров, а точнее 56. Уверен, что у него руки примерно тоже около 55 сантиметров, если не больше. Опять же, ребят, это объективная критика. Я ничего не имею против лично Асхаба Тамаева. Я имею против того, что химики говорят, что они натуралы. Именно к этому я и цепляюсь. У нашего братишки Асхаба жим 140 килограммов на 7 повторений. И это он еще утверждает, что не на максимум берет, просто так по лайту разминается, потому что подросткам нельзя делать большие нагрузки. В чем он абсолютно прав. 140 килограмм! Небольшие нагрузки! 140 килограмм! Вы тоже это считаете небольшой нагрузкой? Тановая тяга. 150 килограмм. Внимание! На 15 повторений! Это не на максимум. Это он просто разминается. Ну и присед он сказал 140 килограмм. Мы не знаем на сколько. Может на 30 повторений. Асхаб, если ты смотришь это видео, напиши, пожалуйста, в комментариях, как ты это делаешь. Я тоже так хочу. Следующее мы придираемся к форме. Вы просто посмотрите на этого человека. Он выглядит просто огроменным. Если его поставить с обычным школьником, вы просто офигеете. Да ладно, что уж тут. Этот человек, Асхаб Томаев, выглядит гораздо больше, чем 90% населения планеты Земля. Ну ладно, не 90, 70. Качков слишком много развелось. Если же кто-то думает, что он натурал, напишите об этом в комментариях, пожалуйста. И ссылочку укажите на свой ВКонтакте. Надо посмотреть, как вы выглядите. Не-не, я абсолютно не против Асхаба. Я бы даже с ним снял видосик. Но в чем зарубаться? Он бегает даже быстрее меня. Но это не точно. На самом деле, я не знаю, как вы, но я бы не хотел такую форму. Мне по кайфу вот находиться вот таким, как я, сухеньким. Просто, чтобы были жила, а не огромные мышцы, как у Асхаба. Но я ничего не имею против него. Если ему такая форма нравится и такие силовые огромные, как бы, это очень круто. Поэтому, я думаю, он вполне крут. Популярность большая, денег много. Ему по кайфу. И я уверен, что мои обзоры для него никак не помешают, не повредят ему никак. И поэтому, Асхаб, ты красавчик. Единственное, что тебе в себе надо изменить, это не говорить, что ты натурал. Потому что то, что ты химик, не поймут только, наверное, детсадовские дети. А так парень добился очень хороших результатов вообще в спорте. Да, также он добился огромной популярности за счет своей шеи. Такой шеи, по крайней мере, мы нигде еще не видели. Верно, ребят? Поэтому респект, уважуха, качай еще больше шею и будешь еще популярней. Ну вот и все, друзья. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И, кстати, я видел ваши комментарии в прошлом видео. Наверное, 90% людей написали. Давай обзор Ковтуна. И будет Ковтун в следующем видео. Спасибо большое. Ставьте лайк еще раз. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Самое важное, потому что многим не приходят оповещения. Увидимся в следующем выпуске. Пока!